Добрый день, уважаемые эксперты! Меня зовут Петров Никита, я ученик 9-го А-класса из Томторска среднеобразовательной школы Таймаконского УЛУЗа. Моя тема – Великая Отечественная война в истории моей семьи. Актуальность моей темы – 9 мая 2020 года. Весь наш народ отмечает знаменательную дату – 75-летие победы в Великой Отечественной войне. 75 лет отделяет нас от тех страшных, суровых событий. Более 27 миллионов советских людей отдали свои жизни за наше мирное будущее. Цель моей работы – создание условий обогащения подрастающего поколения знаниями о Великой Отечественной войне, воспитание патриотизма, чувство гордости за свою родину, собрать информацию о моем прадеде и его вкладе в освобождение нашей страны от фашизма. Задача первая – найти материалы о наградах Великой Отечественной войны, кого им награждали. Второе – провести анкетирование среди учащихся 5-11 классов нашей школы. Третье – узнать о героях Великой Отечественной войны, изучить семейный архив, ознакомиться с сохранившимися фотографиями, документами, наградами. Пятое – собрать сведения о прадедушке, участнике Великой Отечественной войны, провести интервьюирование родственников. Шестое – по итогам нашей работы мы планируем выпустить буклет «О мой прадед!» в годы Великой Отечественной войны. Объектом данной исследовательской работы являются участники Великой Отечественной войны, предмет «Семья в годы войны», ордена и медали Великой Отечественной войны. Методы работы первые – теоретические, изучение источников информации, работа с фотоархивом семьи с документами. Второе – практические, интервьюирование, беседа с родственниками, анкетирование. Таким образом, мы провели анкетирование в пятом, восьмом и девятом, одиннадцатом учащимся и задали три таких вопроса. Какие ордена периода Великой Отечественной войны вы знаете? Какие медали периода Великой Отечественной войны вы знаете? Есть ли в вашей семье родственники, принимавшие участие в ООВ? После этого, как мы видим, пятые и восьмые классы почти не смогли ответить на эти вопросы. После того, я сделал классный час для этих классов, так же девятым и одиннадцатым. И после этого мы провели повторное анкетирование. И как вы видите, пятые и восьмые классы смогли ответить на большие вопросы. Больше десяти двух тысяч якутян сражались на фронтах Великой Отечественной войны. Высоких наград были удостоены более двух тысяч трехсот якутских воинов. Двадцать четыре якутяне стали героями Советского Союза. И сейчас вы видите медали и ордена, которыми награждали героев солдат СССР. Медаль «Золотая звезда» Героя Советского Союза 1939 года. Орден «Победа» 1943 года. Орден «Славы» 1943 года. Орден «Отечественной войны» 1942 года. И Орден «Красной звезды» 1930 года. Медали за освобождение Варшавы 1945 года. Медаль «За отвагу» 1938 года. И медаль «За взятие Берлина» 1945 года. Здесь вы видите героев Федора Охлопкова и Ивана Кульбертинова. И тут мой прадедушка Василий Андреевич Пахомов. 1915 года рождения. Гвардии «Иврейтер» родом из местности Катанах Тюрпчинского улуса. Был призван на фронт в 1942 году. На войне был минометчиком 53-го полка 294-го минометного полка. Первое боевое крещение прошел на Курском устрове в районе Белгорода. Участвовал в восповождении Белгородской области и территории Украины. Василий Андреевич завершил боевой путь в Берлине. Участвовал на параде победы. Был удостоен наград за медаль «За боевые заслуги» 30 октября 1943 года. Также получил вторую медаль «За боевые заслуги» 3 ноября 1943 года. И медаль «За отвагу» 45-го года 8 мая. Также был нагружен медалями за взятие Берлина «Красную звезду» и медаль «За освобождение Варшавы». В заключении. В завершении моего исследования я понял, насколько совместная работа еще более сближает родных людей. Исследуя истории моей семьи через призму истории моей страны, ближе и понятнее становятся события далеких военных лет. Мне кажется, что история складывается из малых групп, судя простых людей, порою забытых. Мы должны всегда помнить, какой сыной досталась победа нашей страны. Для меня очень ценным оказалось, что сохранились важные архивные документы военных лет. Теперь память о своей семье буду хранить я. Я горжусь тем, что мой прадед с тестью прошел все испытания, которые выпали на его долю. Как и многие советские люди, он мужественно воевал, защищая свою родину, героически трудился, помогая приблизить победу. Спасибо за внимание. Спасибо.